Как много написано об учителях, как много сказано, но для каждого человека смысл этого слова особенный. Хадижат Мусаева трудится педагогом СОЖ-станции Карлан-Йорк уже 25 лет. Она имеет высшее образование, окончила в 2010 году Дагестанский государственный педагогический университет и получила квалификацию учитель русского языка и литературы. Моя первая учительница, она последнее работает в нашей школе, дружно-коррошу у нас в Майя. Италия для меня был фумир всегда и в детстве, и сейчас, конечно же, она для меня, эталон настоящего учителя. И, наверное, вот это и повлияло на выбор моей профессии, потому что я уже окончая ее неполной средней школы, я знала, что я хочу быть педагогом. А потом уже за мной следом и мои сестры поступили. То есть уже в свою очередь цифры стали эталоном? Я для них стала эталоном и 4 сестры именно на русский язык. Ну, я тогда была учителя начальных классов. Я закончила колледж и в первые годы я работала учителя начальных классов. Но у меня было право по подаванию русского языка. И потом, не знаю, как-то я попала на русский язык, то учителей не хватало, то еще что-то я начала давать уроки русского языка. И уроки мои понравились. Потихоньку-потихоньку уже стали больше нагружать русским языком. Я имела право подавать неполной школе. А потом уже поступила дальше учиться, ну и осталась здесь же. Хадижат хорошо владеет современными образовательными технологиями. Кабинет оснащен интерактивной доской. К каждому уроку подготавливает мультимедийные презентации, разноуровневые задания для практической работы, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к учащимся и организовать контроль и учет знаний их. Применяет проблемно-деологическую технологию, которая позволяет формировать ввод, а также использует проектно-исследовательскую технологию, которая побуждает учащихся проявлять интеллектуальные способности. Итак, ребята, начнем переходить с вами к нашей новой теме. Тема нашего урока «Монолог и диалог». Обратите внимание, ребята, как пишутся эти слова. Монолог. Моно. Диалог. Не диолог. Ди-а-лог. Запоминаем написание этих слов. Так записываем. Монолог, диалог. Запомнили, ребята, слова важные слова? МО-НО-ЛОГ-ДИ-А-ЛОГ. Итак, ребята, давайте... Эта тема у нас не новая. Мы уже с вами темы знакомились с вами в прошлом году. Давайте с вами немножко вспоминаем, что же такое монолог и что такое диалог. Какие вы с вами знаете, Владимир Ильич? Так, Султан, пожалуйста. Монолог, когда говорит одно лицо, диалог, а два и более. Так, вот в данном случае ты произнесли что? Монолог или диалог? Монолог. Монолог, потому что ты говорил один. Так, хорошо. Шамиль, встань, пожалуйста. Так, Шамиль, чем ты занимался с утра? Занимался спортом. Да. Зарядка с утра, да? Да, хорошо. Затем, как проходило твое утро? Я кушал, собрался в школу. Ел, собирался в школу. И к восьми часам? Еще. Был в школе. Так, а что у нас произошло? Диалог. Диалог. Я спрашивала, Шамиль отвечал. Так, это был диалог. Вот наши пять личных частей монолога, диалог. Когда говорят двое, разговор двух или более лиц. Монолог – это разговор одного лица. Так, хорошо. Итак, что такое диалог? Мы с вами сказали. Запоминаем. Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Запомнили? Да. Запомнили. Хорошо, Патя, повтори. Монолог – это разговор двух или нескольких лиц. Вот как раз и происходит диалог, да? Вот, наверное, корреспондент берет интервью у человека. У мужчины. Так, вот это и есть диалог. Так. Монолог – это разговор. Еще раз давайте скажем, что такое монолог. Разговор одна улица. Так. Пожалуйста, Имам. Это разговор одной улицы. Одна улица. Так, когда говорит один человек. Вот, посмотрите, вот, выступает на сцене, да? Один. Значит, это есть монолог. Он говорит один. С ним же никто не разговаривает, он говорит один. Это есть монолог. Но вы к этому мнению, что учитель учится вместе с своими учениками? Да. Вы согласны с этим? Я согласна с этим, потому что каждый год, каждый день вместе со своими учениками я много всего узнаю нового. А без этого учитель делает ничего в школе, потому что на одном месте стоять учитель не может. Он должен идти в науку со временем, он должен идти в науку со своими учениками, он должен быть молодым всегда, хотя и годы дает на свое. Но все-таки в душе ты должен быть ребенком, а без этого дети тебя никогда не полюбят. Мы посмотрели вашу уроку, но в целом дети очень активны. Да. А есть те, которые никак не идут на диалог, вот те мы называем, а на диалог, вот что они? Ну это справляетесь, как вы вытягиваете. Ну это уже надо, знаете, с ними надо все-таки индивидуально работать. Я таких детей оставляю после уроков или до уроков ко мне дети приходят. Обычно бывают по 8-го, 7-15, дети, кто хочет со мной или поговорить, или что-то рассудить, или что-то недопоняли. Они проходят пораньше в школу. Я сажусь с ними, объясняю им, веду с ними диалог. Значит, стараюсь быть не только учителем, но еще и психологом, потому что надо знать психологию каждого ребенка. Один стеснительный, один неуверенный. Вот надо уже развивать в них качества, которых у них не хватает. Вот над этим мы работаем, конечно. Вы преподаете матч-классы, да, получается? Средний класс. Средний класс. Саша, с кем легче? Вот сегодня, которые были, или выпускники? Ну, с выпускниками, конечно, там более сознательные, они уже взрослые, но интереснее со средним цивом. Они такие непосредственные, уроки проходят живо, интересно. Там, да, там я даю точные знания, готовлю их к экзаменам, они отвечают, все, но там все-таки урок какой-то слухой получается, потому что они уже взрослыми себя считают. А это среднее звено, они бы видели сами, они посмеются и пошутят, и улыбнутся, и как-то самой тоже уже хочется быть похожей на них. Ну, педагог, он, по-моему, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю остается педагогом. Да, да, да. Как вы находите время, чтобы провести его с семьей, с друзьями, как проводить свой досуг? Вообще, хватает ли время на свое хобби, развлечение? Ну, хобби, практически на хобби уже не хватает времени, честно говоря, потому что с нынешним поколением детей там постоянно надо работать, постоянно. И, а так, ну, на семье приходится часов два уделять, потому что семья есть семья, но зато бессонные ночи получаются, а когда ты уделяешь время семье, это время ты уже возмещаешься за счет там ночного времени, иногда до двух до трех ночи приходится не спать, готовиться, работать, тетради, проверка, вы понимаете? А кто-нибудь из ваших детей на остров пойдет на ваши стопы? Да, вы не хотели. Я не хотела, но у меня дочь пошла по моим стопам, она уже работает, она информатика, работает в луэлицеинометре в городе Хасаевте. Хотя я не хотела, и она тоже как-то первое время не хотела, но, не знаю, все-таки, наверное, это свое зло, она пошла по моим стопам. Помимо основной преподавательской деятельности, Хадижат занимается разработкой программ, проекта учебных и внеклассных занятий, дидактических и диагностических материалов и другой методической продукции. Для реализации темы на каждом этапе обучения стремится развивать мыслительную деятельность учащихся, заложить основы развития ключевых компетенций. Разработал электронный сборник материалов, куда включены дидактические материалы, технологические карты уроков, благодаря чему повысился уровень обучаемости учащихся. Очень спорно сейчас обсуждается тема сдачи ЕГЭ и ОГЭ, по-моему. Да, да. Ваши отношения, на ваш взгляд, старая практика, да, сдачи ЕГЭ, ой, экзамены, да, и сейчас то, что сдаются. Что лучше? Где дети раскрываются больше? Где знания как-то смогут показать? Знаете, все-таки мне кажется, ЕГЭ, я сторонник ЕГЭ, честно говоря, потому что на ЕГЭ ребенок может полностью себя реализовать. Там он знает, что он и работа его, он один на один с этой работой. Там никто не поможет, никто не подскажет, никто не подойдет. И он ответственно к этому относится. Но все-таки раньше надежда была, ну все-таки учителя помогут, или там поблажки какие-то будут. А сейчас дети знают, что этого нет. Да, что прогалки будут. А сейчас они знают, что этого нет. И это их натренировывает на то, что уже когда они поступают в ВУЗы, уже мне кажется, они, уже ответственные люди, они знают, что там нелегко, что там будет тоже трудно им учиться. Когда в наше время мы поступали, все-таки мы от школы еще не отходили. Вначале было очень трудно. Ой, преподаватели злые, ой, они такие слишком строгие. А сейчас идет ребенок, выпускник уже в ВУЗ или там в колледж, он знает. Да, там тоже будет ему нелегко. Я сторонник ЕГЭ. Но ОГЭ я не знаю. Все-таки в девятом классе, мне кажется, можно было и оставить старую форму. Потому что там очень много детей есть и слабых. Потому что дети одинаковым быть не могут. Это же дети, это же люди. Где-то они успевают, где-то они не успевают. Все-таки, мне кажется, за девятый класс он имеет право получить аттестант, а вот уже ЕГЭ там уже осознанно идет тот, кто хочет, тот, кто нацелен на эту работу. И пусть он имеет возможность. Тот ребенок, у которого нет возможности за деньги учиться или что-то, вот пусть тот попробует себя. Ему обидно не будет жизни. Вот он попробовал, и он сможет это сделать. Мне кажется, это лучше было бы. Хадижат Мусаева пользуется любовью и уважением как среди коллектива, так и среди учащихся. Однозначно важную роль играет воспитание детей в процессе обучения на уроках русского языка и литературы. А это значит, что необходимо развивать коммуникативные качества учащихся умения работать коллективно в группах и парах. Но еще важно умение отставить свою точку зрения, свой объективный взгляд. Это помогает проявлению индивидуализма каждому. Такой подход к работе Мусаева отслеживается и во внеклассной работе. Ученики в непринужденной внеурочной деятельности приобретают новые знания по русскому языку и литературе. Расскажи, какая у вас учитель, Патя? Очень добрая, умная, всегда хочет, чтобы мы что-то понимали, нас заставляет, чтобы мы это знали. И все очень хорошо объясняет нам. Я не говорила, иногда она бывает строгая, но это из-за нас, мы плохое слушание на уроках. А если домашнее задание не сделали, вот бывает такое, что вы не сделали домашний задание? Да, да. И что? Какое наказание вас ожидает? Может сразу поставить двое? Ее нечистое. Ее нечистое. Ее нечистое. Если нечистое, но второй раз, ну, не делай домашний работа, то уже двое поставить. А если в первую, то после урока в списке. Да. Но она требовательная, да? Да. А вы можете к ней подойти, поговорить, например, там какая-то у вас проблемка, да? Да. Она подойдет? Да. Старания и высокие показатели качества знаний учащихся не остались незамеченными. Хадижат Мусаева стала одной из лучших в конкурсе «Учитель года». Мы поздравляем вас и желаем успехов и новых достижений.